Акции американских компаний-операторов в казино стремительно падают на фоне инцидента в Лас-Вегасе. Так, в частности, акции компании MGM Resource International, которая владеет отелем Мандалы Бэй, откуда стрелок-одиночка открыл огонь по толпе зрителей концерта кантри-музыки, упали на 3,5% на торгах фондовой биржи. Казино, ночные клубы и торговые центры Лас-Вегаса ежегодно посещают более 3,5 миллионов человек. Означает ли это, что улицы мировой и горной столицы после воскресных событий опустеют? Что вообще ожидает Лас-Вегас теперь и каким станет город после массового расстрела туристов? Эксперты пока делают осторожные прогнозы. Самый массовый расстрел в истории США может навсегда изменить Лас-Вегас. Имидж беззаботной веселой столицы, казино, красочных шоу-вечеринок на фоне воскресных событий заметно поблег. Рынки отреагировали одними из первых. Встрет за акциями MGM Resort International и Mandalay Bay начали падать котировки ценных бумаг и других операторов казино и отелей. Акции Win Resort снижаются на 4%, а Лас-Вегас Сенс, владеющие отелями The Vinician и Palazzo в Лас-Вегасе, на 0,7%. Но большинство экспертов в вопросах гостиничного и игорного бизнеса сходятся во мнении, что это явление, скорее всего, временное. Местный туристический рынок, похоже, сможет довольно быстро оправиться от шока, а международный турбизнес, возможно, и не будет затронут совсем. То, что произошло, окажет не очень большое влияние на туризм, по крайней мере, на местном туристическом рынке. Однако я не ожидаю вообще какого-либо влияния на международные туристические рынки, потому что люди уже запланировали поездки и купили билеты. Более того, для международных туристов Лас-Вегас – это, как правило, лишь один из пунктов в ходе путешествия по США. Игорный бизнес и связанные с ним индустрии туризма и развлечений являются основой экономики не только Лас-Вегаса, но и штата Невада. Город привлекает туристов игорными домами, шоу «Цирка де Солей», разнообразными спортивными соревнованиями, концертами, ночными клубами, финалами конкурсов красоты. Многомиллиардный игорный бизнес может понести в ближайшие недели некоторые потери, но аналитики допускают, что убытки операторов отелей и казино, скорее всего, смогут наверстать довольно быстро. Я считаю, что в долгосрочной перспективе не будет воздействия на Лас-Вегас, поскольку Лас-Вегас является одним из самых популярных городов и направлений, как для поездок с целью отдыха, так и развлечений. Отели, как правило, заняты на 90%, и число туристов ежегодно составляет 43 миллиона человек. Я не думаю, что стрельба в Лас-Вегасе отпугнет много людей. В Лас-Вегасе усилены меры безопасности, но панических настроений не наблюдается. Власти, тем не менее, призывают находящихся на отдыхе в городе туристов соблюдать спокойствие, меры личной безопасности, избегать мест массовых скоплений людей, исследовать указаниям полиции и сотрудников охраны. Одним из главных последствий стрельбы в Лас-Вегасе может стать пересмотр системы безопасности не только в отелях и казино, но и в городе в целом. Явно, что увеличится число охранников в гостиничных комплексах. Может измениться кардинально и система досмотра прибывающих город-туристов, а также правила проведения массовых мероприятий. От компании операторов потребуются дополнительные вложения, и это может подтянуть за собой цены на целый ряд услуг.